Наши корреспонденты с самого утра находятся в центре избиркоми, куда в режиме реального времени поступает вся информация о ходе выборов. На прямой связи со студией Динара Женбатырова. Она готова озвучить данные к этому часу. Динара, вы в эфире. Расскажите, какие впечатления у наблюдателей? Добрый вечер. Вот, а госпечатления очень даже хорошие. Центральную избирательную комиссию посетили четыре межпарламентских наблюдателя от Ассамблеи СНГ. С утра они успели побывать больше, чем на десяти участках. На каждом созданы все необходимые условия. Огромный поток людей, желающих сделать свой выбор, не прекращается, отмечают избиратели. Оно и понятно. Наверное, возможно, поэтому к 16.00 уже зафиксирована явка больше 65%. По словам зарубежных наблюдателей, значительных нарушений не было. Более того, член Совета Федерации Елена Мизульна, которая в составе наблюдателей от Российской Федерации отметила, что ей понравилось законодательное требование к кандидату в президенты, по которому он должен иметь опыт работы на госслужбе не менее пяти лет. Более того, она посоветовала использовать этот опыт и другим странам. Впрочем, подробнее о своих наблюдениях о внеочередных президентских выборах она расскажет сама, предлагаю ее послушать. Нас очень тронула ситуация. Это действительно, мы даже записали на телефоны видео, когда зазвучал гимн, предшествующий открытию избирательного участка. Все люди, которые стояли в очередь на избирательный участок, избиратели, они все запели гимн Казахстана. Это было, конечно, удивительное зрелище. Они же все-таки не во власти находятся, а простые избиратели. Почти на всех участках организованы места для нахождения наблюдателей. Хороший обзор, удобные расположены эти места. Так что можно видеть и саму избирательную комиссию, где проходит выдача бюллетеня, заполнение данных в протоколе. В Центральной избирательной комиссии буквально через несколько минут начнется брифинг, где доложат о явке избирателей на 18 часов. Более подробнее об этом расскажу в следующих выпусках новостей. Фотогос. Спасибо, Динара. Из Центра избиркома на прямой связи со студией была Динара Жампатырова.